А сейчас о том, чем запомнилась прошлая неделя в районах нашей области. Открытие помещения для проведения отпусков осужденных. Визит председателя правления ПФР в Тверскую область и начала работы выставки, посвященной героям Калининского фронта. Подробности в следующем материале. В минувшие выходные в Зато Озерной широко отметили завершение зимы. Последний день Масленицы традиционно гуляли всем городом. На площади Победы для местных жителей и гостей подготовили обширную программу. Праздник открыли богатыри Озерного состязания по перетягиванию каната. Это вид масленичных состязаний, один из самых популярных и зрелищных. Главное блюдо на столе каждого участника – кулинарного поединка блины. Их вкус оценивало жюри, в состав которого вошли представители военного командования, руководители учреждений Озерного и представители общественности. Оценивался не только вкус, но и атмосфера и творческий подход к предоставлению своих кулинарных шедевров. Хотелось, чтобы все понравилось. Командира, чтобы не подвезти в первую очередь. Это вообще чудесно все подготовили девчонки. А в Вышнем Волочке в женской исправительной колонии номер 5 открыли помещение для проведения осужденными отпусков. Событие прошло в торжественной обстановке. Работающие осужденные, как и все прочие официально трудоустроенные люди, имеют право на отпуск. Это закреплено в статье 104 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Отпуск ежегодный и оплачиваемый. Его осужденные могут проводить как на территории исправительного учреждения, так и за его пределами. В новой комнате для пускников созданы все необходимые условия для полноценного отдыха. Наше учреждение с Вами всегда славилось своей замечательной трудовой традицией. И я считаю, что тот, кто хорошо работает, тот должен хорошо и отдыхать. И чтобы Вы имели такую возможность, в управлении федеральной службы исполнения наказаний были выделены деньги из бюджета, которые освоены в этом помещении для проведения отпускников. Торжок с рабочим визитом посетил Максим Топилин, председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Во время визита он ознакомился с работой отделения ПФР, обсудил вопросы предоставления государственных услуг в электронном виде, взаимодействия с многофункциональными центрами по указанию госуслуг Пенсионного фонда и качества обслуживания населения. Максим Анатольевич оценил готовность торжокского управления к выдаче государственных сертификатов на материнский семейный капитал и сроков распоряжения частью средств материнского семейного капитала, а также готовность торжокского управления к работе в проактивном режиме с 15 апреля текущего года. Напомним, что в феврале этого года между МФЦ Тверской области и региональным отделением ПФР было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого часть услуг фонда можно получить в многофункциональных центрах. В Оленинском краеведческом музее открылась передвижная выставка, посвященная героям Калининского фронта. Она приурочена к 77-й годовщине со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Материалы основного раздела выставки рассказывают о героях Советского Союза, удостойных этого звания за бои на Калининском фронте. На территории района воевали две армии, 22-я и 39-я. 100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады под селом Молодой Тут, Мишуково, в деревне Куркино погибли практически полностью. Выставка также рассказывает о воинских формированиях, которыми в годы войны были присвоены почетные наименования. 128-й Калининский бомбардировочный авиационный полк, 7-я гвардейская ржевская истребительная дивизия, авиаскадрилья имени Чайкиной и другие. Такими событиями запомнилась эта неделя для районов Верхневолжья.